хочу вам рассказать одну интересную историю я как раз присутствовал при разговоре между этими двумя людьми и ну мы стояли все вместе общались получается так что шейх прилетел посмотреть и объекты наши и он прилетел на собственном самолете в цюрих то есть он цурик плетел я не знаю почему цурик мы бы ближе ну ладно приземлился он цурик окей и ему с италии пригнали mercedes я сначала думаю почему а цурик от до нас он должен был доехать на машине ему пригнали mercedes именно с италии я думаю ну почему с италии что в швейте или в германии у нас мало машин нет потом я понял когда спросил ну почему почему у вас машина с италии он сказал она без ограничений то есть mercedes без ограничений то есть по сути дела он ему пригнали машину чтобы он покатался в германии то есть о как он сказал ну ну смог развить скорость до 300 километров в час больше там не получилось не дал не знаю короче но получилось у него 300 километров в час развить скорость на этом mercedes и нашу другой человек который стоял с колону да у меня вот на porsche в принципе стоит ограничение 250 он сказал ну хорошо принципе у меня есть знакомый здесь в германии если хотите я могу позвонить его он вам это ограничение снимет все это легально без вообще без проблем на что человек которого пошли скал менее оставлю пусть будет так не хочу но немцы сами понимаете да боятся там что-нибудь с законами мало ли еще чё там короче им лучше так причем не часто так можно разогнаться в принципе ну короче да и тогда этот человек который на porsche спросил этого шейха как ну хорошо если у вас хороший знакомый здесь германии на porsche почему вы не ездите не взяли porsche нет ведь я же хотел на немецкой машине поездить porsche это тоже немецкая нет porsche это фавы а mercedes есть mercedes я не знаю как это все понимать меня тоже удивило я дальше не стал спрашивать хотя конечно же porsche вы видите то что porsche это фавы я не знаю почему то ли классом ниже что они не считают это уже немецкая машина для них это уже не то но я честно сказать честно сказать я постеснялся спросить но но я вам скажу я наверно его понимаю потому что но в принципе вода mercedes это реально машина просто зверь смотрите какая отделка как все здесь выглядит сейчас я вам покажу вон там в принципе стоит porsche я конечно немножко извиняюсь тут бардак но как-то так так вот ну блин это реально разница и когда открываешь под капот под капотом там все фавы фавы то есть porsche как бы конечно она когда-то имела гремела вот эту свою свою славу но после того как она продалась или как там лучше не буду заходить в эту историю чтобы не охватить это просто это реально не сравнить это не сравнить все-таки mercedes он есть mercedes это действительно какой-то вот настоящий немецкое качество я конечно же понимаю что возможно и не долго потому что скоро это все возможно и скажем так уйдет в кино китайский рынок но я все-таки надеюсь что конечно же они поиграются и вернуться обратно в германию что все наладится и все будет классно но вот такая история случилась пишите что вы думаете по этому поводу какие у вас догадки почему этот шейх но это правдивая история вам но клянусь это правда почему шейх почему то он именно так думать что все таки наверное mercedes это немецкая машина а porsche это конечно же уже и мне как бы но не нравится и мне нету никакого-то восторга что ли или еще хотя он конечно накатался здесь дай боже надеюсь что эта компания которая как у которой он взял эту этот mercedes не придется много платить за него штрафы ладно подписывайтесь на канал всем пока